ну что мои дорогие любимые дети наконец-то мама пошла в отпуск и мы можем почитать да и я книгу хочу сегодня вам почитать который называется на холенок написал я донской писатель михаил шолохов поэтому с вами сегодня познакомимся как раз с творениями наших писателей ну что картинки смотрите картинки то какие еще эта книга у нас да еще советская здорово как а то все современное современное да немножечко вернемся в прошлое ну что же снится мишке а давай ты почитаешь дашь а то что это все я да я начинаю снится мишке будто дед срезал саду здоровенную вишневую хворостину идет к нему хворостиной машет а сам строго так говорит а ну иди сюда михайло фомич я тебе плохо ну по тем местам от кель ноги растут за что дедуня спрашивает мишка за то что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на карусели отнес прокатал дедуне я нынешний год не катался на каруселях страхи кричит мишка так теперь я почти что что значит хворостин лозинка такая прути гибкая воспитательная вот кстати собачка наша как только про лозинку услышала видите как занервничала хотя же ни разу ни разу не тронули так ну что теперь я но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой а можно я деда буду озвучивать ну да ты дед ты дед давай ложись постреленыш и спущай портки мам а что такое портки из ножа страшно штаны такие видишь лозинку взяли портки заставили снять вскрикнул мишка и проснулся сердце бьется словно в самом деле хворостины отпробовал чуточку открыл левый глаз в хате светло утренняя зорька теплиться за окошком приподнял мишка голову слышат в синцах голоса мамка езжит лопочет что-то смехом захлебывается дед кашляет чей-то чужой голос протер мишка глаза и видит дверь открылась хлопнула дед в горницу бежит подпрыгивает очки на носу у него болтаются мишка сначала подумал что поп с певчими пришел на пасху когда приходил он дед также суетился да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат черной шинели и в шапке с лентами но без козырька а мамка на шее у него висит воет посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет а где мое потомство даже не дед солдат уже был ну ничего мишка струхнул под одеяло забрался минюшка сыночек что ж ты спишь ботянька твой со службы пришел кричит мамка можно я почитаю не успел мишка и глазом моргнуть как солдат сгрозбатал сгроба стал сгроба стал вот так вот так сгроба стал понятно как солдат сгроба стал его подкинул под потолок а потом прижал груди ну и рыжими усами не на шутку колоть губы щеки глаза усы в чем-то мокром соленым мишка вырываться да не тут то было и вон у меня какой большевик вырос скоро батьку перерастет хо-хо-хо ой